Привет! Вы на канале Девайс, это обзоры на первоклассные девайсы и не только. Сегодня мы поговорим о видеокарте Gigabyte RTX 3080 Extreme Waterforce. Узнать её актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этой видеокарте? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Поехали! Orus RTX 3080 Extreme Waterforce оснащена системой жидкостного охлаждения Waterforce, которая включает в себя мощный 360-миллиметровый радиатор в паре с тремя 120-миллиметровыми адресуемыми RGB-вентиляторами. Предложение Gigabyte вполне может стать картой, на которую стоит обратить внимание, если вы ищете видеокарту RTX 3080 с жидкостным охлаждением. Как видеокарта со встроенной системой жидкостного охлаждения, сама карта довольно маленькая, с пластиковым кожухом, закрывающим водоблок, который непосредственно контактирует с графическим процессором. Мотив Orus на кожухе подсвечивается световыми эффектами RGB, которыми можно управлять с помощью приложения Gigabyte RGB Fusion. На обратной стороне расположена защитная металлическая задняя панель, а также двойной переключатель BIOS, который позволяет владельцам этой карты переключаться между OS BIOS и Silent BIOS в зависимости от условий использования. Радиатор, поставляемый с Extreme Waterforce, выглядит как любое другое решение AIO для процессоров, представленное на рынке, и поставляется с тремя 120-мм адресуемыми RGB-вентиляторами. По данным Gigabyte, вентиляторы оснащены двойными шарикоподшипниками для повышения эффективности и долговечности. Как и в случае с большинством современных графических адаптеров, Extreme Waterforce оснащена тремя портами DisplayPort 1.4 и одним выходом HDMI 2.1. Как и большинство карт Orus, на карте используется новый разъем 12VHP WR с тремя восьмиконтактными выходами. Используя графический процессор с микроархитектурой Adalaflase, представляющий третье поколение чипов NVIDIA RTX, видеокарта 4080 готова обеспечить фантастическую игровую производительность за счет улучшенных вычислительных блоков, RT-ядер, тензорных ядер и потоковых мультипроцессоров. Она поддерживает трассировку лучей в режиме реального времени и передовые технологии искусственного интеллекта. Запускайте блокбастеры нового поколения на видеокартах с процессорами серии GeForce RTX, чтобы оценить непревзойденный реализм и качество графики, ставшие возможными благодаря технологиям трассировки лучей и искусственного интеллекта. Устройство оснащено графическим процессором, произведенным с использованием техпроцесса 4 нанометра. Штатная частота видеочипа равна 2505 МГц, турбо-частота 2565 МГц. Карта имеет 16 ГБ графической памяти GDDR6X, которая была разогнана со стандартной частоты 21 ГГц до 22,4 ГГц. Искусственный интеллект для гейминга. Технология сглаживания с алгоритмами глубокого обучения NVIDIA DLSS 3 обеспечивает бескомпромиссное качество изображения за счет использования имеющихся в видеокартах GeForce RTX, тензорных ядер. При этом она мало влияет на скорость игры, что позволит выкрутить настройки на максимум. Искусственный интеллект на службе у геймеров. В комплект поставки видеокарты входит кронштейн для ее дополнительного крепления при установке в компьютерный корпус. Потребляемая мощность 3080 составляет 320 Вт. Рекомендованная производителем видеокарты мощность блока питания составляет от 850 Вт. А теперь посмотрим, как видеокарта показывает себя в играх. В таблице я указал средний FPS на максимальных настройках графики, измеренный в трех разрешениях 1080p, 2K и 4K. Как видно, играть можно в любые проекты, даже самые требовательные. Конечно, с увеличением разрешения экрана, производительность видеокарты падает. Однако технологии NVIDIA DLSS и AMD FSR помогут существенно увеличить частоту кадров в игре. Проблема всех более-менее свежих продуктов на рынке отсутствие толковых комментариев. Но кое-что мне удалось найти. Начнем с негатива. Цена. Писк дросселей. Нелепый адаптер питания. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов. Сейчас расскажу. Производительность в 2К. Предустановленный водоблок. Занимает полтора слота. Внешний вид. Очень тихая. Топовая компонентная база. Очень холодная. Очень быстрая. 16 ГБ памяти. Ну а обзор подошел к концу. Если он понравился вам, то не поленитесь поставить лайк, так вы поможете развитию нашего канала. Обладателей этой карточки приглашаю оставить отзыв в комментариях. Остальным напомню, что в описании под видео я оставил ссылки, где вы сможете узнать актуальные цены на данную видеокарту и купить ее. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok